Сегодня в номере смотрите. Глава Серпухова предпосчитает дутые идеи реальным делам. Новый спортивный комплекс строится из воздуха. Чемпионы настоящие и будущие. В красных крыльях мотогонщики приступили к зимним тренировкам. Война войной, а праздник по расписанию. В день российской печати баррикады Серпуховского региона пустовали. Городские и районные журналисты собрались по приглашению главы района Александра Шестуна на небольшой фуршет. Традиционно этот день электронные и печатные СМИ отмечают вместе. Награды и почетные грамоты из рук главы получили четверо. Ольга Трусова, корреспондент Серпуховского филиала телеканала Подмосковья, корреспондент радиостанции АК-ФМ Виктор Теглов, корреспондент газеты АК-Инфо Руслан Гасанов и корреспондент информагентства Южная Подмосковья Юлия Николаева. Я не думала, когда что получила Александра Шестуна награла. Спасибо. В Серпухове полным ходом идет ремонт зданий больниц. Об этом мы говорили уже не раз. Глава Серпуховского района Александр Шестун и его заместитель Сергей Соколов регулярно совершают рабочие поездки, курируя ход работ на тех объектах, где администрация района является учредителем. 18 января комиссия побывала в хирургическом стационаре имени Семашко. Дело в том, что такие деньги выделяются не так часто на Серпуховский регион, в том числе и на нашей поликлинике. Хотелось бы, конечно, что-то освещать, показывать людям о том, что действительно и вот в Семашко, и у нас в районных поликлиниках много проводится работ. Мы сейчас освоили 11 миллионов, те, которые были запланированы на прошлый год, 15 миллионов, освоили 11 миллионов, 4 миллиона перешли на этот год. Пока еще только-только начинаются у нас отделочные работы в отношении стен и потолка. Полы наливные сделаны, но это, в общем-то, не сложно. Стены и потолок, тут подготовительные работы к укладке плитки, покраске, вот эти вот вещи ведутся. Но в основном еще пока идет разборка. По словам Медведева, ремонт планируется закончить. К 29 ноября текущего года не отремонтированными останутся те помещения, где не проводятся диагностические и лечебные мероприятия. Они по закону не вошли в проект. Это лаборатория, морг, гараж и пищеблок. Во всех наших лечебных учреждениях пищеблоки не в лучшем состоянии. Ну, будем, наверное, тогда уповать на местные власти и выходить к учредителям, кланяться к ним и просить помощи у вас. На смену селевым потоком и зонтиком наконец-то пришли зимние развлечения. Народ с удовольствием облачается в спортивную амуницию и отправляется на лыжню и катки. Благо в Серпуховском районе ни со спортом, ни со спортивными развлечениями проблем нет. Залиты замечательные катки в Дракино, на территориях сельских поселений и на центральной усадьбе. Здесь вам и фигурное катание, и хоккей, и даже горячий чай. На спортбазе «Красные крылья» недавно появилась освещенная лыжная трасса. А вот на территории города из зимних забав пока лишь только стройки, да и то не совсем понятные. Я не знаю, конечно, какой он будет, пока там только идут подготовительные работы. Ну, то будет такой, какой он сейчас есть. Такой круглый? А он что, в землю что-то уходит? Нет, он тоже. Я не знаю, там прикрыто, поэтому непонятно понять, что еще будет. Местные жители называют это сооружение на Ногинке и эскимосской юртой, и палаткой полковника Каддафи, и даже средством контрацепции. Это так называемый будущий дворец спорта Серпухова – спортивно-зрелищный комплекс, где планируется большая инфраструктура. Правда, как все это будет существовать, непонятно. Воздушно-бескаркасная оболочка держится за счет воздуха, подаваемого через электрический насос. При обесточивании надувной дом моментально складывается, и купол попросту падает на землю. Так уже было трижды. Купол теперь рваный, а о безопасности такой конструкции вообще можно забыть. На территорию, где стоит будущий спортивный объект, претендовал настоящий дворец спорта – Олимп. Существует даже план будущей застройки с красивым прудом и облагороженными спортивными площадками. Однако мэр Серпухова Павел Залесов реальным делам предпочитает дутые идеи. Благодаря, как говорится, мэру города Серпухова, Павлу Николаевичу, движемся, движемся в нужном направлении. События года. Грядущие выборы президента Российской Федерации пройдет в прямом эфире. Ход голосования будет транслироваться через веб-камеры, в интернет, и любой желающий сможет увидеть работу избирательных комиссий собственными глазами. Очень легко сказать, что вот были вбросы, были нарушения, были еще что-то. А так люди будут видеть. Захотели посмотреть в любой момент в течение 12 часов, который идет в голосовании, и затем, как идет подсчет голосов. В Серпуховском районе 39 избирательных участков. Правда, камеры установят не на всех. Их не будет в воинских частях. По проекту на участке должен находиться комплект из двух веб-камер и компьютера, преимущественно ноутбука, ведущего запись и передающего информацию в интернет. Одна веб-камера будет стоять возле урна для голосования, для ящика для голосования, а вторая возле рабочего стола, там, где происходит выдача бюллетеней. Камеры не будут устанавливаться в кабинок для голосования, чтобы соблюсти тайну голосования. И, соответственно, будет просматриваться сам ящик для голосования, без возможности увидеть знаки, которые поставил избиратель в избирательном бюллетене. То есть, чтобы тоже было соблюдано тайное голосование. Сейчас на участках района готовится к монтажу оборудования. Этим занимается компания Ростелеком. По оценкам Минкомсвязи, затраты на проект составят от 10 до 15 миллиардов рублей. И для сведения будущим избирателям. Открепительные удостоверения в Серпуховском районе начнут выдавать с 18 января. Эта старая будка мало напоминает пост ДПС. Однако еще лет пять назад стражи дорожного порядка здесь, на 35-м километре Варшавского шоссе, 24 часа в сутки контролировали дорожную обстановку. Сегодня все стало намного проще. Видеофиксаторы, установленные близ деревни Родионовка за счет средств администрации Серпуховского района, выдают изображение дорожной ситуации прямо на пульт дежурного в здании 13-й роты ДПС. Данная система работает в режиме онлайн и позволяет контролировать дорожную обстановку на данном перекрестке в целях предотвращения заторовых ситуаций. Особенно внимательно за дорогой следят в выходные и праздничные дни при усилении движения транспорта из области и в область. Камера неоценима и при проведении следственных мероприятий. Данная камера оказывает большое влияние, если происходит дорожное происшествие. На данной автодороге мы можем и автомобиль, например, скрылся. Мы в режиме реального времени можем все это тоже назад перемотать, так сказать, в данный момент и установить скрылся автомобиль, соответственно его номер, по времени примерно посмотреть, проезжал перекресток, не проезжал данный автомобиль. Ну и, соответственно, принять меры его кросс, чтобы его найти. Как утверждают сами инспекторы ДПС, по-настоящему прочувствовать пользу от установки камер удастся уже весной с наступлением дачного сезона. Эта шиншилла потеряла покой и начала капризничать. Не купается и плохо ест. Неудивительно, у пушистого зверька в соседнем террариуме появился экзотический сосед. Зеленый, хвостатый, может и кожу сбросить. Символ наступившего года маленького дракончика-игуану подбросили в Серпуховский приют для животных зоозащита. Ежегодно нам приходится сталкиваться с тем, что нам подкидывают символ года. То кролика, то кошку, то собакой. Только не было крокодилов. Содержать такой живой уголок директору приюта Елене Детюк весьма накладно. Ведь где бездомные животные, там благотворительность. Только так можно существовать. А городская власть любовью к братьям нашим меньшим не страдает. И денег на эту благотворительность не дает. В Москве, к примеру, администрация взяла под свою опеку все частные питомники столицы. Администрация Серпухова поступает иначе. Постоянно какие-то проблемы. То одно, то другое городу надо. То за землю, то за помещение. То не нравится, то то. Я понимаю, что мы как бельмо в глазу. Потому что кому-то хочется землю продать, кому-то хочется здесь что-то построить. У нас 14 соток земли здесь. Несмотря на то, что городские власти и бывшие, и новые постоянно пытаются закрыть приют, зоозащите удалось просуществовать 16 лет. Чтобы выжить, в 2000 году Елена Викторовна была вынуждена продать собственную дачу в Дракену. И на меня смотрят круто около виска. Но я пропадаю на работе, потому что я считаю, что... Ваше призвание пожилое. То, наверное. Наверное, так. Долгожданному морозу и снегу на спортивной базе «Красные крылья» рады не только лыжники. Начались зимние тренировки и у районной команды по мотокроссу. И впервые к нашим мотогонщикам присоединился чемпион России по шоссейно-кольцевым мотогонкам, пилот команды «Яхнич Моторспорт» Сергей Власов. Напомним, что Сергей – наш земляк, Серпухович. В профессиональных гонках дебютировал в 2010 году, сразу же получив титул чемпиона. В «Красных крыльях» Сергей появился не потому, что поменял вид спорта. Просто нагрузки на кроссовом мотоцикле гораздо выше. И спортсмен, как и все шоссейно-кольцевые гонщики, занимаясь мотокроссом, улучшает свою физическую форму. Можно было, конечно, поехать куда-то за границу, в Москву или куда-то в регионы. Ну, зачем? Здесь под боком прекрасная база, все есть, технически оснащена. То есть мне, как для спортсмена, просто лучше придумать нельзя. Серпуховский район и база «Красные крылья» всегда славились своей гоночной трассой, которая полностью соответствует европейским стандартам. Она имеет протяженность около двух километров. Ее постоянно усовершенствуют и модернизируют, а летом, когда есть техническая возможность, вводят новые элементы. В ушедшем году команда «Красные крылья» прославила район на чемпионате России, где заняла второе место, уступив всего несколько очков команде областной администрации. В этом году главные российские соревнования будут иметь статус чемпионата среди команд-мастеров высшей лиги. Здесь будет уже около 30 команд-участников, и получить призовое место станет сложнее. Но, как заявляет главный тренер команды Дмитрий Семенков, в новом сезоне у клуба есть задача, и ее надо выполнять. Состав у нас тот же остается. Будут просто добавляться, переезжать легионеры, как вот Остайкин, чемпионат Америки, помогать нам, чтобы заняли призовое место. А так молодежь будем расти в следующем году. Болельщики смогут увидеть любимую команду 12 февраля. В Васильевском будет проходить кубок главы района по мотокроссу. Субтитры создавал DimaTorzok